В настоящее время судне представлено достаточных данных, подтверждающих исключительно в случае продления обвиняемой меры крещения или заключения подскаживания, не дают суду достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, Ложков сможет распрепятствовать производство по угламу его, в том числе оказать давление на свидетельство, если следствие продолжит заниматься преступной деятельностью, либо иным путем распрепятствовать производство по делу. Суд, учитывая, что Ложков обвиняется в совершенном умышленном преступлении, относившись к категории тяжких, не судимый, имеет место работы, женат, имеет наождевение малолетнего ребенка, имеет постоянное место, что в городе Абаканы заключил бы судебное соглашение о сотрудничестве, в связи с представленным материалом, усматривается, что обследование, послужившее основанием для избрания обвиняемой Ложковой меры крещения или заключения по стеже, к моменту рассмотрения характерства органа следствия о продлении стройкости держания по стеже, изменились. С учетом всех выше приведенных данных личностей Ложковой стадии предварительных наследствий, существует необходимо отказать в удовлетворении хозяйства следователя о продлении обвиняемой Ложковой меры крещения по стеже Дмитрия Ложковой, Дмитрий Владимирович, сейчас обвиняется по стеже в зале суда. В постановлении может быть обжалом пенсионной порядке в судебную коллегию по уголам дела, как в мастере с публики к пассии в течение трех суток со дневного вынесения. Дмитрий Владимирович, сейчас обвиняем.